В Дагестане задержан еще один подозреваемый в организации терактов в московском метро 29 марта 2010 года. Тогда при взрывах на станциях Лубянка и Парк Культуры погиб 41 человек. Было установлено, что к терактам причастны члены банкгруппы Магомедали Вагабова. Самого Вагабова вместе с другими боевиками ликвидировали в ходе спецоперации еще в 2010 году. Сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД России установили личность и 27 марта задержали еще одного предполагаемого участника группировки. Его уже доставили в Москву. В столице ему планируют предъявить обвинение в совершении террористических актов в составе организованной группы. В Новой Москве полицейские задержали серийного грабителя, который охотился исключительно за пожилыми женщинами. Выбрав жертву в толпе, злоумышленник сначала следил за ней до укромного места. Неожиданно нападал и выхватывал из рук сумку. Сейчас его подозревают как минимум в трех грабежах. Истории потерпевших в репортаже Максима Ларина. Пробежка по заснеженному парку не ради здорового образа жизни. Несколько секунд назад этот мужчина ограбил пенсионерку и с добычей скрывается с места преступления. Вечером среди прохожих злоумышленник заприметил 80-летнюю Зинаиду Михайловну. Он шел за ней до самого дома. А когда пенсионерка возле подъезда присела на лавочку, чтобы перевести дух, мужчина схватил сумку, которую женщина поставила рядом с собой и побежал. Женщина была ошарашена. В сумке лежали документы и пенсия. Смотрю, идет молодой человек. Ну, странный какой-то. Вот интуиция у меня какая-то к нему была. Весь скукоженный, нахлобоченный этот, ненормальный этот капюшо. Доля секунды он, значит, поворачивается, схватывает у меня сумку и бегом. Зинаида Михайловна обратилась в полицию. Когда злоумышленника задержали, выяснилось, он и раньше грабил пенсионеров. Полицейскими установлены еще два аналогичных случая противоправных деяний в отношении пенсионеров 68 и 77 лет, совершенные в городе Троицке. Общий материальный ущерб составил более 37 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению. На этих кадрах подозреваемый выискивает очередную жертву, старается не привлекать внимания. Заметив одинокую пенсионерку, отправляется за ней следом. Вдруг иду, думаю, ой, что это у меня сумка-то, ремень-то как ползет. Я поворачиваюсь, а он уже обрезал. Я кричу, кричу, караул, караул. На допросе задержанный признался в трех грабежах. Говорит, четкого плана у него не было, всегда действовал по обстоятельствам. Применял физическое усилие, предметы, похожие на оружие. Просто рукоприкладство, да? Толкал, вырывал. Ближайшие четыре года задержанный рискует провести за решеткой. Полицейские предполагают, что на счету злоумышленника гораздо больше нападений на пенсионеров. Эта информация сейчас проверяется. Максим Ларин, Андрей Черненок, Петровка, 38. Пытался вылететь из страны, но теперь может задержаться на семь лет. В столичном аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, жертвой которого тоже стала пенсионерка. 74-летнюю москвичку налетчик приметил на улице. Когда женщина зашла в подъезд, злоумышленник направился следом и ограбил. Потерпевшая попыталась догнать обидчика, но не смогла и сообщила в полицию. Женщина рассказала, что в вечернее время за ней следом в подъезд дома по улице Кравченко зашел неизвестный молодой человек, который отобрал сумку с деньгами и личными вещами, после чего скрылся. Ущерб составил более 15 тысяч рублей. Задержанный – 21-летний уроженец ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». После дорожной аварии стал жертвой воров житель подмосковного города Лобня. Попав в серьезное ДТП, мужчина отправился в больницу, а его разбитая машина – на стоянку. И тут отсутствием хозяина воспользовались сотрудники службы, которые эвакуировали автомобиль. Они похитили из салона дорогое оборудование. Любовь Фимичева с подробностями. Совсем недавно Валерий Сизов попал в серьезное ДТП. Он, вспоминает, сильно ударился. Приехавшие на место медики сказали, нужна госпитализация. Но ведь машину на дороге не бросишь. Молодой человек стал искать варианты отогнать автомобиль к дому. Были вызваны сотрудники эвакуатора. Я им сказал адрес, куда отогнать машину, дал ключи. После чего они приехали, привезли ключи и сказали, что мою машину отогнали на тот адрес, который я им указал. Когда Валерий уже утром решил осмотреть машину, он заметил, что кроме повреждений после ДТП, разбито еще и заднее боковое стекло. Из салона пропал дорогой диджейский пульт. С заявлением о краже молодой человек пошел в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались сотрудники эвакуационной службы в возрасте 28-33 лет, которые ранее транспортировали автомобиль потерпевшего. Как выяснилось, стекло парни разбили специально, чтобы отвести от себя подозрения, ведь у них были ключи. Но полицейские пришли к молодым людям с обыском и нашли пропавшее оборудование. За что задержаны? Ограбление. Какой целью? Не было цели. Ну а зачем тогда? Ну, поручилось так, на них думали. Не подумали? Не подумали, да. Второй задержанный говорить на камеру отказался, но вину свою тоже признал. Теперь злоумышленники не просто лишились работы, но и стали фигурантами уголовного дела. Его возбудили по статье кража. Максимальное наказание, которое может грозить задержанным – 10 лет лишения свободы. Приговоры они будут ждать в СИЗО. Любовь Амичева, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. 60 килограммов черной икры попытались привезти в Россию два гражданина Китая. Пресекли контрабанду сотрудники Шереметьевской таможни. Двух пассажиров рейса «Пекин-Москва» остановили, когда они шли по зеленому коридору. Таможенники заметили на рентгене в шести чемоданах гостей большое количество одинаковых предметов. Сумки попросили открыть, а в них оказалось 90 пластиковых контейнеров с черной икрой. Согласно заключению экспертов, товар представляет собой соленую икру рыб семейства Осетровых, которая поименована в перечне стратегически важных товаров и ресурсов. Стоимость икры состояла более шести миллионов рублей. Ценный багаж сотрудники таможни у иностранцев изъяли. Теперь за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов им придется ответить перед законом. Наказание, которое грозит задержанным – лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей. О том, что еще произошло в Москве и других регионах, смотрите далее в коротком видеобзоре криминальных происшествий. Сегодня его подготовила Елена Бабаева. Отвлеклась на минуту и лишилась пенсии. 72-летняя москвичка вставила карточку в банкомат, ввела пин-код, а потом ее что-то отвлекло, и она отошла в сторону. Злоумышленник сориентировался мгновенно. Он подошел и перевел деньги пенсионерке на свой счет. Ущерб – почти 10 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения подозреваемого вычислили и задержали. Ему придется отвечать за кражу. А на Западе Москвы пенсионерка лишилась кошелька. В торговом центре карманницы подошли к своей жертве вплотную. Делали вид, что убирают духи. Тем временем одна из злоумышленниц залезла в сумку пожилой женщины и вытащила кошелек. Вскоре парочку задержали. Уже установлена ее причастность к еще одной карманной краже. В Иркутской области суд вынес приговор банде черных риэлторов. Группировка орудовала на территории региона с 2004 по 2008 годы. В нее входило более 10 человек. На счету преступников 7 убийств и 19 эпизодов мошенничества. Одному из участников банды суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остальные проведут в тюрьме от 5 до 23 лет. В Курской области в приграничном поселке Суджа сотрудники таможни задержали 50-летнего москвича, который собирался незаконно вывезти из страны почти 6 миллионов рублей и 600 евро. Это почти в 10 раз превышает сумму, которую можно перемещать через границу бесписьменного декларирования. По факту контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В городе Первоуральске Свердловской области полицейские задержали 33-летнего мужчину, который поджег продуктовый магазин. Пламя охватило не только супермаркет, но и соседние складские помещения и ветеринарную клинику. Ущерб превысил 100 миллионов рублей. Как выяснилось, поджигатель уже был неоднократно судим. Теперь его ждет очередной срок за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Вычислить предполагаемого убийцу через 16 лет после преступления удалось следователям в Костроме. В мае 2003-го в поселке Дружба изнасиловали и зарезали 16-летнюю школьницу. Тогда выйти на след злоумышленника не удалось, и расследование было приостановлено. К нему следователи вернулись недавно в процессе изучения дела о преступлениях прошлых лет. Коллегам из Костромы подключились криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники региональной полиции. Им удалось выявить биологические следы на вещественных доказательствах. После этого следователи проверили более 160 человек. Генетическая экспертиза указала на 52-летнего местного жителя, который сейчас отбывает наказание за целый ряд тяжких преступлений. В настоящее время ему пределяли обвинения в совершении преступлений. Это осмотрено в части 1 статиста 31-го в Костромы секретаре от изнасилования. Также от пункта К, части 2-й статиста 5-й в Костромы секретаре от изнасилования. То есть убийство, сопряженное с изнасилованием. Вину в совершении данного преступления обвиняемый признает частично. Подозреваемый признался в убийстве, но уверяет, что не насиловал школьницу. Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Теперь мужчина рискует до конца жизни остаться за решеткой. Ему грозит пожизненный срок. Обеспечить себе веселую молодость за счет тысяч стариков планировали двое жителей Челябинской области. Они украли из здания почты 21 миллион рублей. Пенсии почти всех жителей города Усть-Катава. Действовали парни на удачу. Внутрь пробрались ночью, нашли мешки с деньгами и забрали все до копейки, оставшись незамеченными. Екатерина Зотова далее. Сколько денег похитал? Я не знаю, что. Неудивительно. На то, чтобы сосчитать ворованные деньги, ушли бы часы, а то и дни. В этих неприметных пакетах более 20 миллионов рублей. Все это пенсии пожилых жителей города Усть-Катава. В феврале текущего года в дежурную часть поступила информация о том, что в помещении кассы почта обнаружены вскрытые сейф-мешки, в которых ранее находились денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое местных жителей. Это кадры задержания идейного вдохновителя кражи. Его родственник когда-то работал на почте, поэтому парень прекрасно знал, когда пенсию привозят в город и где она хранится. Уговорил друга пойти на дело вместе с ним. Обещал щедрую долю. 500 тысяч рублей. Вот все, что досталось приятелю. Но и это по меркам маленького городка деньги огромные. Молодые люди сознались. Ночью они взломали дверь почтамта, пробрались внутрь и забрали все, что по праву принадлежало пенсионерам. Что делать с миллионами, решить не успели. В дело вмешались полицейские. Теперь друзьям грозят внушительные тюремные сроки по статье «Кража в особо крупном размере». Московские участковые работают все эффективнее. Растет раскрываемость, а количество преступлений на бытовой почве с каждым годом сокращается. Руководство уверено, это заслуга постоянной профилактики и усердной работы районных полицейских. Итоги работы участковых уполномоченных полиции за 2018 год обсудили на заседании Общественного совета при столичном главке. В нем принял участие руководитель московской полиции Олег Баранов. Первое заседание в этом году Общественный совет начал с обсуждения одного из самых важных вопросов, которые интересуют москвичей. Служба участковых уполномоченных всегда была и остается самой близкой к жителям. Люди приходят в участковый пункт полиции за помощью, за советом, за справками. По любым вопросам первых, кто встречает москвича, это, конечно, участковые уполномоченные полиции. И то, как он общается с людьми, то, как он реагирует, то, как он готов помочь, является самой важной, пожалуй, темой нашего сегодняшнего обсуждения. Эффективность работы участковых доказывает статистика. С 2015-го в Москве в три раза сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве. Четверть раскрытых в городе преступлений – заслуга районных полицейских. Общественники считают, что участковых нужно освободить от оформления излишней документации. Руководство главка с этим согласно. Все участковые города Москвы до конца месяца будут подключены, интегрированы в нашу служебную сеть СОД МВД России. И, как бы, надеюсь, именно поэтому у них станет гораздо меньше бумажной работы. Да, хотя бы служебную документацию они будут рассматривать и получать именно в электронном виде. Об итогах работы за прошлый год участковые рассказали жителям лично. Более 700 отчетов перед населением прошли во всех округах столицы. В основном москвичей волнуют шумные соседи и пьяные компании во дворах, курильщики и нелегальные мигранты. Участковые постоянно занимаются профилактикой этих правонарушений. Мы провели обход, побывали в 3 миллионах 722 тысячах квартир в городе. Участковым полномочиям в 2018 году рассмотрено 1 миллион 229 тысяч заявлений, сообщений о происшествиях. В среднем 465 на каждую штатную единицу. Это достаточно большая нагрузка. Труд участковых постоянно поощряется руководством и мэрией. Около 500 полицейских в скором времени ожидают улучшения жилищных условий. В службе полицейским помогают и общественные пункты охраны правопорядка, и неравнодушные жители столицы. Максим Сазонов, Михаил Шептун, Константин Ярославцев, Петровка, 38. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова